Путешествие по Братиславе За моей спиной вот сейчас вот такое желтое здание, и оно выполнено в очень интересном стиле, и мы еще посмотрим на него, наверное, поближе, поподробнее, потому что он находится совсем рядом с нами, и напротив него находится голубой костел. Один из символов Братиславы — это самый голубой костел, который находится буквально в нескольких шагах от нашего дома. Ну и сегодня, собственно, будет знакомство с Братиславой, так что следующее включение уже, наверное, с экскурсией, которую нам проведет Олег. — Братислава? — Да. — Братислава? — Братислава. — Господи, помоги нам. Мы в Восточной Европе. — Главную, главная на месте, главную площадь города Братиславы. — Именно здесь на большинство проходит центральная ярмарка. В прошлом году, ну в этом году, буквально месяц назад, красиво шагировалось. К сожалению, с немножко трагической судьбой, мужчина в 50-е годы от него ушла с уходом. И он на этом фоне немножко двинулся головой. Ну, чуть-чуть. Вот, да, вот тот памятник, как он сейчас выглядит, он так выглядел. Он так ходил по городу, всех приветствовал своим цилиндром, в афраке с тросточкой. Всем детям раздавал цветы, ой, цветы и конфеты. Да, женщинам иногда дарил цветы. И жители более взрослого возраста Братиславы, всегда проходя днему этого памятника, вспоминают свое детство. То есть все дети Братиславы. Зовут его, звали его Ламар Наций, или Счастливчик. То есть сейчас называется Счастливчик Наций. Ну, забавный случай в истории, когда в начале правления Мария Терезия их реконструирует, а в конце своего правления она сносит. То есть снесли все стены, почти что все стены города, снесли трое из четырех ворот, расставив только Михальские. Их оставили по той причине, что через них проходит праздник коронации. Возвращенные участники. Счастливчик Может быть вещи будет вам Luом. День рождения. День рождения. У Zentуски. Михайловская башня. Сейчас в ней расположен музей оружия. Можно тоже подняться наверх, посетив одновременно музей. Но по времени, по-моему, он уже... Нет, еще полчаса работы, наверное, уже спустя. Всем привет еще раз. И вот мы наконец-то вернулись после долгой прогулки по центру Братиславы в нашу квартиру. Нам уже совсем скоро предстоит тортовать в Загреб, потому что мы выдвигаемся рано утром, где-то в 5 утра. Ехать предстоит 5 часов. Я надеюсь, что мы выживем в этом путешествии. 5 часов в Загреб, по Загребу, на матче, потом обратно. И завтра я смогу вам уже расписать впечатление о матче, о главной нашей цели путешествия. Матче между командами «Локомотив» и «Динамо» с Загреб. Ну, а сегодня, как вы могли видеть, мы походили по Братиславе, и у меня остались, ну, самые положительные впечатления. И вот пока мы шли домой, я думал, почему же меня так впечатлила Братислава. Хотя, ну, вроде городок похож на очень многие европейские города, но Братислава действительно зацепила. И я думаю, что это во многом из-за ожиданий. Потому что, когда мы летели сюда, в Братиславу, у меня не было понимания о том, куда конкретно мы летим. Мне казалось, что Братислава – это такой, ну, в достаточной степени город, пропитанный советским духом. Я читал об этом, мнение об этом, и вот сложилось у меня такое впечатление. Но вообще нет. Действительно, здесь есть строения, подстроенные нашими советскими архитекторами, но даже они выглядят весьма и весьма колоритно. Ну, а большая часть старого года, старого города Братиславы – это милый европейский город с красивой крепостью, с красивыми церквями, с красивыми костелами, и каждый раз, когда ты куда-то заглянешь, в какую-нибудь арку, в какой-нибудь переулок, тебе открываются просто потрясающие открыточные виды, каждый из которых хочется фотографировать. Ну, я думаю, что вы видели это и на видео, которые были до этой моей части выступления, и часть фотографии я еще в Инстаграм выложил. Ну, на сегодня, я думаю, мы закругляемся, а завтра я уже постараюсь дать вам материал из Загреба и с матча между командой «Локомотив» и «Динамо Загреб». Пока! Субтитры подогнал «Симон»!